Что это вообще? Зачем это всё? А на самом деле мы просто вот на этом вот языке, мы на нём разговаривали. Витаю! Это правозащитный подкаст «Весна Приди», где мы рассказываем об опыте белорусов в репрессивной Беларуси. И этот выпуск необычный, он назван «Антропология Володарки» и состоит из трёх частей. Вы слушаете вторую из них, и посвящена она языку Володарки. Герой нашего подкаста – правозащитник Олег Граблевский. Он был политзаключённым, отсидел на Володарке полгода. Туда он взял свой блокнот. Этот блокнот бы пробыл со мной шесть месяцев. Его мне подарили к Новому году. Друзья, блокнот супердоровой фирмы «Малискайн» итальянской. Наверное, это один из немногих блокнотов в мире, который побывал на СИЗО. Назвал Олег свой блокнот соответствующий. Антропоисследование. Я писал и значком авторского права защитил, что это исключительно в академических целях было мною зафиксировано. Люди, что сидели вместе с Олегом, дали ему напутствие. Сказали обязательно написать книгу. Про это всё. Книги пока нет, но наблюдения Олега и легли в основу этого подкаста. Блокнот содержит много всего. Я занимался тем, что фиксировал, писал, рисовал эти рисунки. Вот один из рисунков, который мне не пропустили, это вот такой. Я нарисовал здесь миньонов. Они были тут красно-зелёные. А тут были джинсовые, джинсовая революция, вы помните. А тут был грустный Лукашенко нарисован, который на них смотрит. А то и сияет Лукашенко, а миньоны смотрят вверх на то, как сушатся их штаны. А, я их сделал белочеронно-белыми. Они белочеронно-белые. Ну, это одно из таких, ну, это и апелляции писал людям. Но несколько его страниц посвящено языку володарки. С ним мы и познакомимся в этой части подкаста, а ещё немножко поговорим о поведении администрации. Помните, как в предыдущей первой части антропологии володарки Олег пытался ответить на вопрос, всё ли по жизни ровно? Он тогда не был, как он сам сказал, опытным вседельцем. Для того, чтобы стать опытным вседельцем, мне пришлось завести дневник на первых порах. Дневник, а словарик терминов, который используется в повседневности для того, чтобы понимать, о чём с тобой вообще говорят. Ну, например, в один из первых дней там пытался один Пацукевич Сергей Политический, кстати, тоже мужчина, заигрывать с Продольной и говорит, что у меня там знакомая есть фитнес-центр, вы туда пойдите, он сам спортсмен, и там вам бесплатно дадут абонемент. Она говорит, если я схожу туда сегодня, но если там меня не обслужат, я скажу, что ты шлёпала. Ну, и то есть вот этими непонятными терминами шлёпала, шлёмка, и их у меня больше ста там насобиралось, лексикон и переполнен, и ты никогда не поймёшь в обычной жизни, о чём с тобой говорят. Вот. И понимание пришло со временем. Что такое шлёпало, мы узнаем чуть позже. Но теперь немного про администрацию воландарки. Когда конвоиры воландарки встретили Олега и привели его в его первую камеру, они доброжелательно сказали, мы тебя посадим в нормальную хату. Хата – это помещение камерного типа, ПКТ. И таким образом мы видим, что не только сидящие на воландарке, но и сами сотрудники используют вот этот вот тюремный язык. Люди, которые там работают, они пользуются исключительно терминологией, которая принята в среде тюремных людей. За исключением может быть начальство, которое бывает разным, которое пользуется исключительно такими цивилизационными словами. Но в целом это исключительно сленг. Люди, которые там работают, в основном это женщины, молодые женщины, может быть, в возрасте 28-40 лет. Это одна большая семья. Володарка – это один большой семейный подряд. Там работают племянницы, тёти, дяди, кто-то бухгалтер, кто-то продольный, кто-то библиотекарь. Вот бывший начальник СИЗО на пенсии он работает библиотекарем. Библиотекарь – это самая почётная должность, самая-самая-самая. Все мечтают попасть в библиотекарь, как я понял. То есть все, если они попадают в рай, наверное, они попадают библиотекарями, работают там, где-то там. СИЗО в районе. Да, если они попадают. Потому что это мечта. Ну а камера 6.3 и название мест – это первые слова, которые Олег записывал в свой блокнот. Камера 6.3, в чём её особенность от других, она является транзитной. То есть там большая текучесть вот этих кадров, сидельцев. Постоянно кого-то увозят нас, и он не возвращается. Кого-то нового заселяют. И вот эта вот текучка, она ежедневная. Очень мало людей, которые там находятся довольно длительное время. Ну вот, кстати, политические, там вот Ширый Коттам отсидел с мая, по-моему, 2020 года до... Ну там месяцев, наверное, 7 он сидел в этой камере. Политических там держали исключительно долго, потому что там очень плохие условия содержания. Ну я так предполагаю. Там более суровый досмотр. Что здесь можно увидеть? Разные отношения к сидящим. По признаку, являются ли они политическими или нет. С этим отношением связано ещё одно слово, которое было записано в блокноте Олега. Слово «пальма». Всех политических на первые месяца, наверное, два поселяют исключительно на «пальму». «Пальмой» называется третий этаж. Ну вся конструкция называется «пальмой». Она такая высокая, как «пальма». И тебя поселяют под самый потолок. Это, как мне потом объяснил смотрящий за камерой, такое негласное требование администрации для того, чтобы причинять этому человеку максимум каких-то страданий. Потому что ему не лезть надо туда? Ну, администрация полагает, что нам нужно создавать максимум неких неудобств, которые в совокупности приводят к каким-то внутренним переживаниям, страданиям. И человек начинает либо сотрудничать со следствием, либо у него едет крыша, его увозят там новинки. То есть, ну всяческие причины. Там всё продумано до мелочей. То есть, до мельчайших-мельчайших мелочей. Вот эти все вещи, которые непостижимы в обычной жизни. Ну, например, там нет ручек у кружек. Кружки алюминиевые. У меня первый месяц там я ходил, как будто мне утюгом прижгли эти губы несчастные. Потом ты уже перестал со временем замечать. Ну, отсутствие там ложек между приёмами пищи. И ты вынужден, если хочешь, там очень есть. А есть-то нечем. Ты берёшь тюбик пасты и этим тюбиком кушаешь. То есть, ну и всякая такая вот дурота. Ну вот начиная от мелочей, заканчивая тем, что в этой шанхайской камере там крысы, мыши, тараканы. А вот ещё одно слово. Шанхай. Так называется камера 6.3, куда сразу попал Олег. Об этом было в первой части. Потом он сидел ещё в одном месте, о чём сейчас и расскажет. Я сидел в двух камерах. Я сидел в Шанхае 6.3. И я сидел в женском психе. Женский псих – это второй этаж женского корпуса. Камера 6.4, не помню уже. Видите, как хорошо, что я начинаю это забывать. 6.7. Камера 6.7 с 02.06. Я сидел в женском психе. Женский псих – это этаж, помещение камерного типа, где содержатся исключительно женщины. На несколько камер выделены были под ВИП персон. ВИП почему? Потому что, ну, к примеру, мужчин. Ну, я, например, сидел в той камере, где для меня сидели таможенники. Там не 24 человека, а 14 человек, ну, рассчитано. Там таможенники поклали плитку для себя на полу. То есть не знаю, каким образом, но договорились. Обычно это асфальт, просто асфальт у тебя в камере. А тут была плитка. И женский псих, он назывался потому, что там когда-то было психиатрическое отделение для людей, у которых состояние было нестабильным, и исключительно женщин. Поэтому женский псих. Там я просидел 2 месяца. За полгода отсидки на Володарке словарь Олега пополнялся. Это терминология, ну, вот хатовый уже, я вам рассказывал, что это такое. Их у меня 103, да. Всего 103 слова. Познакомимся еще с несколькими из них. Ну, из такого интересного. Клоп, это тревожная кнопка, давить на клопа. То есть если у кого-то высокая там температура, надо вызвать срочно продольного какого-то администратора. Прошлешь на клопа. Ну, козы этого козами называют работников хвостчасти. Козы – это те заключенные, которые пошли на сделку со следствием. И им в качестве бонуса предоставили возможность работать на Володарке в качестве кухонных рабочих, либо уборщиков. Кстати, об этих людях мы упоминали в первой части «Антропологии Володарки», где рассказывалось о том, как устроено внутриволодарковское сообщество. Ну, а что же такое шлепало? Вот шлепало, про которое я говорил, что она сказала, что если меня не примут в этом фитнес-клубе, я скажу, что ты шлепала. Шлепало – это человек, которому нет веры, которому не доверяют. И она сказала, я скажу всем, что ты шлепала. То есть вся Володарка будет знать, что ты шлепала. То, что передавалось нам в качестве кофе и сигарет, называется кабан. Кабан. Ну, вот грохотульки – это карамельки обычные, которые мы покупаем в магазине. Монашки – это четкие. Ну, монашки четкие делятся на две разновидности. Они могут быть мурчалки, либо монашки. Монашки, если ты молишься, там на них перебираешь, а если просто балуешься. Ну, то есть масса оттенков, они могут быть разные. Например, у туалета мужчин называется Света, у женщин он называется Антошка. Ну, если женщины где сидят, они называют туалет Антошка. Ну, и всякая вот такая дурота, которую сейчас смотришь и думаешь, блин, что это вообще такое? Что это вообще? Зачем это все? А на самом деле мы просто вот на этом вот языке мы на нем разговаривали. Интересно, что с этими словами я встретилась потом, неожиданно, в разговоре с бывшим политзаключенным Даниилом Косенко, который сидел, кстати, в другом месте. Он сидел в СИЗО на Жодино. И неожиданно Даниил начал в своих воспоминаниях говорить вот этими вот словами. И я предлагаю ненадолго переметнуться к этому герою, чтобы вспомнить, как это было. То есть, да, то есть общак, которые хорошо поддерживаются этими кабанами, да, передачами. Там дальняк, там такие. Светка. Вот что такое светка, как вы думаете? Что такое светка? Это туалет? Да, да, это туалет. Это туалет. Дальняк. Надо сходить на дальняк. Такие вот штуки. И еще бы еще как-то было какие-то слова, но я уже плохо помню. Даниил помнит плохо, и это, наверное, хорошо. Некоторые слова и Олег уже забывает. Но исторический блокнот помнит все. Писала вот это вот. Вся, две камеры участвовали в составлении этого словаря. То есть, это не только было мое творчество, оно подвергалось цензуре. Трешка, решетка, арматура на стене, реснички. Кстати, реснички – это тот термин, скажем так, которым пользуются и правозащитники. Реснички – это такие решетки на окнах, володарки и вообще СИЗО. Ну, точнее, не решетки, а металлические пластины, которые совершенно не пропускают дневной свет в камеры СИЗО. Таким образом, человек может сидеть там и полгода, как Олег, и два года, как, например, правозащитница весны Марфа Робкова. Сидеть там столько времени и не видеть дневного света. Наличие ресничек правозащитники называют пытками и бесчеловечным отношением к заключенным. Ко всем заключенным – это важное упоминание, ведь никто не должен сидеть в таких условиях. Ну, а наприконцы нашего выпуска еще раз немного о языке и сообществе володарки. Вообще, в камерах никто не ругается матом. Один из мифов, который, может быть, бытует в обществе. Там все исключительно вежливые люди. Если ты ругаешься матом, выражаешься нецензурной бранью, к тебе могут быть вопросы, тебе сделают замечания. А потом, если ты на замечания не реагируешь, то принимаются определенные меры. Матом никто не ругается. Вообще, удивительно то, что люди, являющиеся первоходами, то есть мы все там первоходы, это такой термин. Опять же, это люди, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, они ни разу не были осуждены, но при этом они настолько быстро в эту атмосферу вживаются и вживут в ней, и поддерживают ее, культивируют ее. Это вызывает просто такое диссонанс, во мне просто непонимание, как это вообще возможно, но это вот так оно есть. Люди первоходы, они ведут себя, как будто у них уже, не знаю, там сколько сроков было намотано. И один раз заехал к нам россиянин, которому 43 года, как и мне из них, он 20 лет отсидел по тюрьмам. И он очень удивлялся, почему у нас в этом СИЗО настолько криминализированное вот это мышление. Это вот он сказал, люди, не создавайте в тюрьме тюрьму. Ну, поддерживаете друг друга, уважаете друг друга. Зачем вы это делаете, всячески вот эти традиции культивируете? Вот и все. Вторая часть антропологии Володарки подошла к завершению. Ну, а в третьей части мы немного познакомимся с ее фольклором. Субтитры сделал DimaTorzok